Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Доминато Спейс, и сегодня у нас будет обзор на вот такой вот наборчик, это у нас не лего, это компания Айн Лихтен, ну или же Брик, как ее все по большей части и называют, потому что, ну это, во-первых, легче сказать, да и, во-вторых, как-то больше подходит название, нежели вот это Айн Лихтен. Собственно, вот такой вот у нас сегодня в обзоре наборчик под названием Star Exploring Vehicle, то есть какое-то средство передвижения, которое как раз-таки исследует звезды, ну сейчас мы можем видеть, что он на каком-то метеорите, скорее всего, или планете, а не на звезде, в принципе, от температуры звезды, думаю, это приспособление бы уже давно сгорело, но не суть, собственно. Это у нас 508 набор, наверное, 59 деталей в нем, тут у нас такой космонавтики, такой набор вроде бы даже был в лего, я не знаю, правда, вроде бы даже был в космической серии, но, в принципе, все понятно, все показано, все очень доступно, кроме вот этих иероглифов, но в любом случае, здесь у нас две альтернативные модельки даже идут, и чем меня этот набор привлек, так это вот этим вот, под синей линзой смотришь, тут у нас такой динозавр, а под красный тут рожи чья-то, ну в общем, прикольная на самом деле функция, посмотрим, как это все будет реализовано, ибо китайцы, но они и в Африке, собственно, китайцы. Ну, давайте откроем коробочку и посмотрим на качество деталек. Да, хотел бы еще сказать, что здесь ничем она не закреплена, ни скотчем, ничем, как у лего, здесь просто вот так вот мы это все открываем, 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 и, в принципе, у нас вывалится все содержимое, здесь у нас инструкция, вот такая, очень, кстати, на ощупь противная, ну и сами пакетики, точнее, один пакетик, ну и коробка, она, в принципе, коробка, я оставлю коробочку на заднем плане, дабы вы все-таки для красоты представляете, что это за набор, собственно, сам пакет, большой такой пакет, на самом деле, и на нем куча всякой информации, которую прочесть, к сожалению, нельзя, хотя нет, можно, вот, опасно, опасно, не дело, что опасно, токсические материалы, что же еще, ну ладно, давайте распаковывать это дело. Вот, собственно, эти два пакетика, в одном крупные детальки, ну и маленькие тоже есть, тут, на самом деле, все рассортировано, очень странновато, ну, не суть, собственно, вот такие вот у нас детальки в одном пакетике, вот эти прикольные, прям как старые добрые времена в 90-х, лего были такие, ну и маленькие детальки, собственно, их мы тоже высыпаем, и видим, видим как раз такие детальки фигурки, вот такая вот голова, уже видно, в принципе, что-то фокусироваться не хочет, вот такая вот голова, принтинг, ну, не знаю, сотрется, наверное, со временем, почему-то мне так кажется, ну и голова, в принципе, головой голова. Остальные детальки по качеству, знаю, нормально, в принципе, качество, за такую цену-то, 50 гривен этот наборчик мне обошелся, правда, вот тут они, конечно, тут должна быть такая сладкая деталь, а тут она желтая. Так, а где туловище, вот туловище, пропечатка, да, в принципе, нормально, и давайте, я хочу найти ту детальку пропечатанную, так, это не то, где деталь, вот она, вот эта деталь, вот такая вот деталь, и давайте сразу проверим, сможем ли мы при помощи данных линз, ну, я бы не сказал, на самом деле, что что-то меняется, но мы можем видеть, как красный вот этот вот глаз, он в некоторой степени исчезает, но это только, когда тень такая падает, видите, когда просто синяя, то ничего не работает, ну, ладно, красная, вот красная, кстати, линза работает в любом случае, вот это да, вот это прикольно, вот ради этого уже стоит купить набор, да, очень круто выглядит, вот эта линза лучше всего подходит под вот эту плиточку, в общем, круто, здорово, ну, давайте собирать. Я только начал собирать набор, и уже заметил один дефект и брак, собственно, вы можете видеть, вот это вот забрало его, и на нем, конечно, вам не так хорошо видно, как мне, но вот здесь имеется некая потертость, краска черная, вот вы можете видеть, это не камильфо, на самом деле, и забрало уже выглядит не так классно, как должно было, ну, а в принципе, человечек, ну, он неплохой, в принципе, подвижный, качество у него неплохое, но, конечно, не такое, как у лего, но да, забрало, подкачало. И вот после 7 минут сборки набор готов, должен сказать, инструкция, я не восхищен, но все-таки, ладно, это сущие пустяки для нас-то. Единственный минус, наверное, этого набора, это то, что, ну, забрало, на самом деле, плохое, ну, и второе, это вот эта вот трубка, она резиновая, вот в этих основаниях, хотя у лего она здесь пластиковая, дабы могла нормально крепиться на пины, и вот в чем минус, вот она крепится, да, но она отлетает, поэтому эта вещь просто бесполезная. И никуда ее поставить нельзя. Собственно, ну, а так набор выглядит прикольно в духе старых спейс-наборов. Функционал, значит, он у нас ездит, катается на таких колесиках, тоже олдскульных, так сказать, олдфаги поймут, в принципе. Далее имеются вот эти вот линзы, в которые мы можем вставлять вот эту вот пластинку и проглядывать различные силуэты каких-то монстров, пришельцев, я не знаю. Ну и вот здесь, в заднем отсеке, прикольно она ложится. Конечно, может выпасть при любом неосторожном движении, но в любом случае, это все-таки китайцы, им простительно. Лазерная пушка или это какой-то датчик, не знаю, что это на самом деле, коммуникация какая-то, наверное, все-таки. Клишня, клишня прикольная, ну не знаю, особой роли здесь не играет, но для эффекта крутится, вертится, что угодно делает, как угодно становится и вообще сгинается. Сам человечек, ну я вам его уже демонстрировал, в принципе, он вот такой космонавт у нас, такой прикольный космонавтик, в самом деле фигурка нормальная, фигурка классная. Вот такой вот парень. И здесь у него пропечатанная панелька, такая вот панельечка. Красиво выглядит. Также имеется вот это, я не знаю, что это, потертости какие-то. И символ вот этой подсерии. Вроде бы это в LEGO так и называлось, Space, но не Series, конечно же, а просто Space, там. Explorers или как-то так. Так, если кто помнит, напишите в комментариях, а то я лично забыл уже. Ну, в принципе, набор могу советовать. Он неплохой за свою цену. Свою цену полностью, на самом деле, оправдывает, не считая вот этих маленьких минусов. На самом деле, инструкция не минус, это просто бумажечка, на которой распечатано, как собрать набор. Поэтому про это вообще ничего можно не говорить. Вот эта, да, трубка, конечно, да, подкачала. Но в целом, в целом, наборчик неплохой. Если хотите какой-то старый ретро-набор LEGO, но денег нет или негде заказать, то этот набор вполне себе такой бюджетный вариантик старых LEGO. Ну, собственно, на этом все. С вами был я, Dominant Space. Подписывайтесь на канал. Также советую вам подписаться на канал Игриона, LEGO и Настолки. Вы сможете найти множество обзоров на конструктор LEGO. Сейчас там проходит просто огромный марафон обзоров по наборам 2016 года. Так что переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь. Это такой мой партнер, как бы, собственно. И обзоры действительно стоящие делает. Ну, на этом все. С вами был я, Dominant Space. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok